Безусловно, празднование нового 2021 года будет существенно отличаться от предыдущих, так же, как и новогодние каникулы. Но, к счастью, это не значит, что у нас совсем нет вариантов создать себе настроение. Надо только знать, где и как это можно сделать. В этом выпуске разбираемся, что можно сделать в Санкт-Петербурге на новогодних каникулах. Номер один. Любителям музыки. Пусть большая часть массовых мероприятий, в числе которых новогодние гуляния, концерты и даже выставки, отменены, новогоднее настроение можно найти на небольших музыкальных вечерах в Петербурге. В музее советских игровых автоматов проходит вечера живого джаза, джаз-лайк. Их атмосфера способна перенести вас во времена, когда джаз только появился, а также помочь вам расслабиться после трудовых будней. Участие в мини-концертах принимают не только именитые исполнители, но и начинающие таланты. Сам музей игровых автоматов все так же функционирует. Поэтому, послушав музыку, вы сможете и поиграть, и перенестись таким образом еще и в советские времена. Для любителей иного музыкального стиля есть возможность посетить такие мероприятия, как рождественский орган и музыка при свечах, мелодии Рождества. Проходить это действие будет 25 и 26 декабря. Посетив рождественский орган, вы сможете узнать получше рождественские традиции из Европы и понять, что такое настоящий дух Рождества, о котором нередко пишут и в книгах, и в рассказах, и показывают в фильмах. А на органном концерте «Музыка при свечах» дело одним только органом не ограничится, так как на концерт приглашены особые гости. Вас ждет также и мелодия флейты, и рояля, и скрипки. Номер 2 подойдет для путешественников. Пожалуй, в 2020 году больше всего пострадали любители путешествовать. Я могу представить, как сильно им хочется куда-то убежать. Но такая возможность тоже есть, пусть это пока и не побег в Америку или Европу. Жителям Петербурга очень повезло, что недалеко от их города есть также город Выборг, где можно провести новогодние каникулы и даже окунуться в атмосферу средневековья. Если вы еще не видели мое видео на канале про этот город, обязательно смотрите его. Ссылочку на это видео ставлю в описании. Но если вам хочется окунуться в средневека еще больше, также можете принять участие в рыцарском турнире. У жителя Петербурга есть уникальная возможность взять целую трехдневную экскурсию средневековый Новый год в Выборге. А база отдыха Пастерское озеро в Ленинградской области предлагает провести каникулы в стиле хюге. 2021 Новый год планируется пройти в скандинавском стиле, вместе со скандинавскими угощениями, мастер-классами и даже пижамной вечеринкой. Не обязательно путешествовать по другим странам. Вполне можно отправиться в параллельные миры. Не верите? Спросите, как у сотрудников Центра Виртуальной Реальности Код. Здесь установлено 12 систем виртуальной реальности, а также более 30 игр. А перемещаются игроки в фантастические миры с помощью VR-шлемов, HTC, Oculus и Sony. Номер 3. Всем желающим вспомнить детство. Не стоит игнорировать и те развлечения, которые были у вас в детстве. В пространстве Никольские ряды действуют одной из крупнейших ледяных горок. А в Московском парке Победы есть возможность не только покататься на санках или ватрушках, но и на лыжах и коньках. А если вы в детстве обожали рисовать и мастерить поделки, то загляните в студию рисования и живописи ZooArt, где есть возможность посетить мастер-классы по плетению рождественских венков, а также устроить настоящий арт-корпоратив в их пространстве. Здесь вы не просто проведете отлично время с коллегами или друзьями, но и создадите свои художественные шедевры под руководством опытных преподавателей. Домой вы придете с уникальной картиной, написанной вами. А чтобы ожидание Нового года было интереснее и веселее, Мега создала онлайн-квест для детей и их родителей, связанный с операцией по спасению Нового года и возвращению Деду Морозу волшебной пыли, которую украл снеговик. Номер 4. Скучающим по лету. Для тех, кто не относится к любителям данного праздника и предпочитает скорее теплое время года, тот может взбудоражить свои теплые летние воспоминания благодаря площадкам, которые остаются открытыми и сейчас. Крыша-лофт проекта «Этажи» до сих пор принимает гостей. Ресторан-терраса с удовольствием ждет посетителей и любителей вкусно поесть. Оранжерея тавридического сада моментально перенесет вас, если не телом, то духом, в тропические страны, где растут пальмы. И помните, что атмосферу и настроение создаем прежде всего мы сами, независимо от внешних обстоятельств. Устройте всей семье предновогоднюю подготовку, украшая дом под рождественские песни и поедая булочки с корицей вместе с горячим какао и маршмеллоу под просмотр рождественской классики «Один дома». Да, этот Новый год определенно запомнится нам всем. Но каким именно он запомнится, зависит от нас самих. Друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте ему лайк, это помогает в развитии нашему каналу. И обязательно пишите в комментариях, а что бы вы включили в этот список.